У движения «Талибан» нет ресурсов для захвата крупных городов, таких как Кабул. Наступление боевиков в Афганистане выдыхается. Об этом на брифинге заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бекантов. По его словам, правительственным войскам удалось вернуть контроль над утраченными территориями в ряде провинций. Продолжаем добиваться от всех сторон в Афганистане запуска субстантильных мирных переговоров. С этой целью планируется участие специального представителя президента Российской Федерации по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД России Замиры Навиевича Кабулова в очередном заседании расширенной тройки Россия, США, Китай, Пакистан в ДОХе, намеченном на 11 августа. При этом на фоне обострения ситуации в Афганистане Россия проводит совместные учения с Узбекистаном, а 201-я российская военная база в Таджикистане, по сообщениям журналистов, активно усиливается модернизированной техникой. Не остаются в стороне и Соединенные Штаты, Вашингтон также привержен поиску справедливого и прочного политического урегулирования, которое положит конец войне в Афганистане. Об этом на своем твиттер-аккаунте написал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкин. Он сообщил о попытках США урегулировать конфликт, осудив продолжающиеся нападения талибов и гибель ни в чем не повинных людей. Не теряет надежды решить конфликт мирным путем и афганское правительство. Ранее заявлялось о том, что власти страны готовы работать вместе с представителями талибана и сделать движение составной частью правительства, но при условии отказа движения от терроризма. Афганское правительство приветствует работу других стран с представителями движения в попытке убедить боевиков в необходимости мира и политического урегулирования. Тем временем, несмотря на разговоры о возможности договориться, мирно талибы продолжают наступление. Идут ожесточенные бои в западных и южных провинциях. Тысячи жителей крупных городов Афганистана вышли на манифестации в поддержку правительственных сил. Акции прошли на фоне нападения на дом министра обороны в Кабуле, ответственность за которое взяло на себя движение «Талибан». Боевики предупредили о новых планируемых атаках на афганских чиновников.